Я уверен, что у каждого у нас есть родственники, родители, которые, возможно, получают какие-то льготы, субсидии, возможно, бабушки, пенсионерки. И эти субсидии, они очень важны для них. Некоторые люди знают про них, некоторые не знают. И моя идея заключается в том, что создать и разработать реестр социальных сервисов или платформу социальных сервисов, в котором я объединял потребители эти льготы и непосредственно органы власти, которые предоставляют эти льготы. Или органы власти. Или органы власти. Таким образом, мы решаем сразу две проблемы. Потребители льгот получают необходимые льготы. Они снимают вопросы, которые возникают. Где их взять с льготой? А как оформить? Что они вообще могут получить? И органы власти могут их качественно предоставить. Это очень важно. Потому что на данный момент большинство муниципального совета, в райсовете, они не имеют никаких возможностей, ничего сделать, чтобы предоставить качественный сервис для этих потребителей. А вы не хотите какие-то сервисы давать? Попробуем, да, хотят. Кто? Покажите мне один сервис, который хочет давать. Да, если власти. Хочет разлавить коррупцию. Все нормально. Смотрите, если есть вариант, что власти не хотят. Мы можем или сделать платформу, которая, ну, как обычно веб-сервис. То есть они заходят туда, регистрируют себя и используют для учета, регистрации и технических. Плюс, возможно, там каждый веб-сервис создание, так называемых, активистов, которые помогают взаимодействовать с потребительными органами, соответственно, органы власти, которые их представляют. При этом, если вы зайдете на любой состав орган, то, покопавшись в их сайтах, где-то на десяток уровня вложенности, вы найдете там супер такой зашифрованный архив, который именно, он, потом, данные в этом архиве будут важны для посетителя этого сайта. А на главном пусть там приездят там городского администратора. Здравствуйте. Кого ищешь? Вопрос. Вопрос. Будет ли эта программа или сайт только для государственной или для пользователей тоже, правильно? Для пользователей. Да. Это по фронту, который будет объединять пользователей и потребителей, и государственного органа. Хорошо. А безопасность какая-то информация будет? Да, ну ищешь. У нас он... Можно подумать. Я думаю, это не является сейчас сложным вопросом. Можете это обсудить? А кого еще? Ты сам программист? Да. А одна команда, 5-6 человек. То есть один тестировщик, два бэкэнд-программиста, один фронтент дизайнер изобилии. На этот фронт нест на два дня. Тестировщик не ва. Сегодня вот. Что есть? Программист есть? Разработчик фронтент дизайнер изобилии. А какой же изобилии, у тебя же ничего нет. Ну хорошо, можно. А ты сам программист или ты? Да, я программист. Бэкэнд, фронтент? Бэкэнд фронтент. Дизобисты. Три в одну. Три в одну. Спасибо. Спасибо. А что следующее? Здравствуйте. Сэм? Продолжение следует...